И, включая рабочую субботу 29 декабря, будут у нас с вебинарами. Ну, а сегодня все-таки первый вебинар этой недели. И сегодня мы поговорим о тексте. Но прежде чем начать вебинар, как всегда, я хотел бы рассказать о тех ссылках, которые располагаются в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на нашу главную страницу, на страницу расписания, где вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, онлайн мероприятия нашего учебного года, вплоть до июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет расположена в том числе и запись этого вебинара в середине нашей недели, нынешней. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов нашей Директ-Академии, и на ней вы сможете выбрать себе онлайн-курс для обучения. Один из этих курсов, курс Виталия Цигельного, должен состояться уже в 20-х числах января, начаться в 20-х числах января следующего года. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат, просто введя свой мейл или свое имя после посещения соответствующего вебинара. В конце сегодняшнего вебинара я изготовлю сертификаты для этого вебинара, а все остальные сертификаты о предыдущих вебинарах уже хранятся в системе, можете их в течение нашего вебинара получить. Я также хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся у нас 25, 26 и 27 декабря. Итак, завтра 25-го мы встречаемся снова в 12 часов. Спикером у нас будет кандидат искусствоведения Марина Пивень и наш искусствоведческий вебинар, вебинар по истории искусства, который называется «Время реформаторов. Микеланджело Мерджи де Караваджи, писавший как филит природа». Во вторник, 26 декабря, у нас вебинар Алексея Дьяченко. Это второй вебинар из его трехвебинарной серии про Moodle. Мастер-класс по разработке курсов Moodle для начального уровня. Если вы никогда не делали курсы в Moodle или начинали только их делать, то вот для этой категории слушателей Алексей проведет мастер-класс. Мастер-класс опять будет проходить в той форме, в которой это было в прошлый раз. Вопросы вы будете задавать здесь, а видеотрансляция будет происходить через YouTube. Ну и, наконец, 27 в среду продолжение нашего сегодняшнего разговора о тексте в обучении будет мой вебинар, который будет называться «Текст как медиа. Новые формы и структуры». Коллеги, у меня с вводным словом все, и мы приступаем к сегодняшнему нашему вебинару. Вы знаете, вопросы текста – это очень интересные вопросы, и я их очень люблю рассматривать с точки зрения медийной. Дело в том, что текст, как правило, вызывает противоречивые чувства у тех людей, которые занимаются учебным контентом. С одной стороны, есть люди, которые не видят тех процессов, которые произошли в ближайшее время, в прошедшие примерно 10-15 лет, и говорят, что «Ну вот, как мы делали курсы, текстовые курсы 15 лет назад, так и будем делать, ничего не изменилось, и все остальное отлукаво». Это такая точка зрения людей, которые не видят то, что произошло, то, что произошла революция медиа и так далее. Другая крайность представлена, как правило, людьми глубоко погруженными, наоборот, в современные процессы, ну, может быть, отчасти молодыми людьми, хотя тут не в возрасте дело, конечно. Крайность это можно описать так, то, что текст себя изжил, надо побольше давать визуализации, побольше давать картинок, интерактивного контента, побольше давать видео и так далее. И тогда мы сможем преодолеть те неприятные свойства текста, которые отпугивают онлайн-учащихся. И то, и другое в корне неверно, потому что текст, с одной стороны, действительно нельзя давать в той форме, в которой мы его давали 15 лет назад. Это сейчас не проходит вариант, потому что длинное чтение, то есть просто перевод учебника в электронный вид в текстовой форме, это очень плохой вид онлайн-обучения, и он не дает результатов. С другой стороны, отрицать текст к форму медиа, как совершенно невозможно, текст был и остается чуть ли не основным, ну или по крайней мере первым среди равных медий в онлайн-обучении. Никуда без чтения не деться. Другое дело, что само чтение стало другим, оно стало более структурированным, более быстрым, поэтому текст готовить надо совершенно по-другому. Вот о том, каким должен быть текст в современном обучении, мы и поговорим на протяжении вот этого и следующего вебинара. О чем вот наша будет диалогия? Я попытался сформулировать это в виде вот таких вот коротких тезисов. Во-первых, мы поговорим о том, как уйти от скучных курсов инструкций, как использовать текст по-другому, как структурировать учебный текст, как оформлять учебный текст, чтобы как-то лучше мотивировать наших слушателей. К этому, собственно, примыкает наша сегодняшняя тема, что такое электронная типографика, как ее использовать в интересах обучения. Дальше идут темы такие более медийные, как интегрировать текст с другими медиа. Это уже темы следующего нашего занятия. Какие дополнительные смыслы мы можем передать через текст и через его смысл, и через его форму. Ну и, наконец, какова роль текста в современном контентном строительстве. Это обобщающий вопрос, который проходит нитью через оба вебинара. Если... Да, вот перед тем, как начать сегодняшний все-таки наш вебинар, нашу сегодняшнюю тему, я хотел бы отметить... Вот этот образ наверняка всем знаком, да? Напишите, пожалуйста, ответьте плюсиком, кто этот образ понял. Ну, для тех, кто... Для кого этот образ непонятен, это одна из заставок из фильма «Матрица». Если вы помните, фильм уже такой заслуженный, ему лет 15, наверное, да, если не больше. Вот, речь идет в нем о несуществующем в виртуальном мире, таком мультимедийном мире, да, который существует... Где-то существует нормальный мир, а где-то существует... Но все живут в виртуальном мире. И, тем не менее, несмотря на то, что поднят вопрос о том, что этот мир ничем не отличается от нашего с точки зрения наших чувств, видео, визуальных чувств, на звук и так далее. Для метафоры выбраны падающие буквы, падающие слова. То есть, другими словами, несмотря на то, что авторы апеллируют каким-то более высоким медийным понятием, для метафоры они использовали текст. Я хотел бы эту метафору вторично использовать как раз, чтобы проиллюстрировать свою мысль, что как бы далеко мы не уходили в наших медиа каких-то прорывных новых видов, а сейчас и новые виды появляются, медийные. Об одном из таких видов я, прошу прощения, рассказывал осенью. Это гигапиксельное изображение. Не будем отвлекаться. Тем не менее, как метафора этих медийных прорывов, у нас вот такой вот падающий текст. То есть, от текста мы никуда, тем не менее, не уходим. Ну что ж, и теперь темы мы очертили, а теперь конкретно по пунктам, которые будут в нашей дилогии проходить. Собственно, первый наш вебинар будет посвящен первому вопросу типографики, электронной типографики, экранной типографики. Ну а остальные мы с вами обсудим на следующем нашем вебинаре. Почему так асимметрично это все? Я поделил. Дело в том, что вопросы типографики, их можно обсуждать достаточно долго, и они важны. И главное, тут есть о чем поговорить. Много чего. То есть, тут вполне конкретные вещи можно обсудить уже ближе к тому, как это все делать. Что касается остальных тем, то некоторые из них, они, как бы это сказать, такие более философские. Тут тоже будет достаточно большое количество конкретных советов. Да, но будут и вопросы, которые требуют скорее осмысления, нежели конкретного действия. Скажем так. Итак, сегодня мы поговорим о типографике. То есть, о том, о внешнем виде текста. Что мы можем передать через внешность нашего текста. И самое главное, что мы не должны передать. Какой месседж мы не должны послать нашим студентам, нашим слушателям, с тем, чтобы они нас не покинули, как только взглянут на наш текст первый раз. Вот. О содержании. Ну, разумно было бы, вроде бы, как содержание дать на самом первом уровне, самым первым вопросом. Я специально его отодвинул на второй вебинар, потому что про содержание тоже очень, можно говорить очень много. но в контексте того, что я хочу сказать, наверное, это все-таки вопрос не самый первый. Вот. Ну, а если говорить о нем серьезно, можно, конечно, целую серию вебинаров сделать про содержание текста. Структура текста очень важный вопрос, потому что примыкающий, кстати, к типографике, потому что внешний вид текста и его структура тесно связаны. Ну, а дальше идут очень интересные темы, такой текст в нетекстовом контенте, текст как звукоряд, текст как интерактивность и такой вопрос, как что еще можно передать, какие еще месседжи можно передать через текст, те, о которых мы, может быть, даже и не задумывались. Вот это все будет, это будет сегодня, а это будет на следующем нашем вебинаре. Итак, типографика. Поговорим о типографике. Приведу два определения, точнее, это не определения, это контекстные контекстные определения. Под определения они не подходят, но тем не менее они очень хорошо передают вот этот вот запах типографики, то, о чем мы должны помнить. Давайте я вопреки своим же своим же правилам о том, что никогда не надо читать со слайда, все-таки прочту очень красивые здесь фразы, которые надо читать именно так. Ну, пробуйте следить за мной, а не за тем, что написано. Итак, первый тезис. Типографика – это модный термин, под которым подразумеваются способы красивого визуального отображения слов. Хорошая типографика удерживает внимание учащегося и подталкивает его к прочтению всего этого крутого контента. Плохая типографика вдруг напоминает учащемуся, что он забыл проверить новости на Facebook или на другом сайте, и что это нужно сделать прямо сейчас. Вот здесь такая квинтэссенция. Типографика – это то, что привлекает нашего слушателя, либо, наоборот, отталкивает его, и если не соблюдены правила типографики, то человек пойдет смотреть новости на Facebook или где-то в другое место. может вообще не вернуться к вашему тексту. Ну и, наконец, тоже замечательный тезис – это хорошая типографика незаметна, плохая типографика повсюду. Вот незаметность типографики – это и есть главное ее свойство. То есть нам не надо создавать, подходить к типографике с эстетической точки зрения. Точнее, может быть, и стоит, но делать это надо очень аккуратно. хорошая типографика, она сходна с хорошим дизайном, а совсем не с хорошим художественным творчеством. Вот. А плохая типографика – это все остальное. Все, что бросается в глаза, когда вы публикуете ваш текст, это плохая типографика. Ну, может быть, за исключением каких-то особых случаев, когда тема вашего учебного контента и состоит в какой-то эстетике, либо в самой типографике, да, вот в этом случае можно говорить о компьютерном дизайне, там, о верстке, если вы говорите. Вот в этом случае можно, конечно, делать и такую типографику, которая будет яркая и заметная, да. Во всех остальных случаях вам надо сделать так, чтобы, минуя размышления о типографике вашей, ваш студент сразу бы погрузился в смыслы вашего текста, то есть, чтобы он не думал о форме вашего текста, а сразу бы проникал в смыслы. Вот то, что нам надо, как преподавателям надо от типографики. Текст начинается со шрифта. Сегодня мы поговорим о шрифте немного, конечно, глубоко погружаться не будем, потому что текст, если кто-то не знает, вообще шрифт и шрифтовой дизайн это высшая лига дизайна, то есть заниматься производством шрифтов могут только продвинутые дизайнеры. Для этого нужно особое образование, особый вкус, нужно видеть нюансы, ну, вообще очень много знать и очень много видеть и очень много уметь. Кроме того, что текст является очень формализованной формой дизайна, надо иметь ввиду, что у текста есть ну, примерно 20 или 30 параметров, которые поименованных параметров, я имею ввиду, не у каждой буквы есть там какие-то параметры, а поименованные параметры у самого текста, которые мы дизайнер должен соблюсти, чтобы сделать текст нормальным. Ну, это контрастность, интерлинияж, базовая линия, очко, кернинг, трекинг и так далее. Засечки, вот, например, вот эти части, да, называются засечками. Вот только по истории засечек можно там, наверное, вебинар прочитать и так далее. Нам важно следующее, то, что через форму текста автор, в данном случае вы, передает важное сообщение читателю, или, как иногда медийщики говорят, месседж, то есть вы передаете формой текста что-то вашим вашим слушателям, и от этого сообщения зависит восприятие учебного материала. как я уже говорил на предыдущем слайде, хороший месседж, ну, или, скажем, может быть, он не самый хороший, но это главное, что вы должны сделать, главный месседж, который вы должны передать, это месседж о том, что форма текста не важна, главная читабельность, и проникайте сразу в смысл. Но могут быть какие-то дополнительные месседжи, да, все-таки через форму текста можно передать какой-то аромат или дополнительный смысл, который вы хотите передать. Это надо делать очень-очень аккуратно, очень осторожно, но тем не менее это сделать можно, особенно используя современные средства, где многие установки являются уже заданными, предустановленными, и вам надо только выбрать варианты. Вот что вам точно не надо делать, это как говорится играть со шрифтами. Когда у нас есть палитра из многих сотен шрифтов, но может быть для русского языка чуть поменьше, для кириллицы, и вы начинаете выбирать шрифты для заголовков, там два шрифта для заголовков, три шрифта для основного текста, все это выделяете, выделяете одним способом, другим способом, третьим способом, вот этого точно делать не надо. Чем проще у вас структура структура вашей типографики, тем лучше. Одна шрифтовая пара, то есть один шрифт для заголовка, другой для основного текста, и одно-два вида, один-два вида выделения, все. Больше не надо, это вам вполне достаточно, для того, чтобы текст читался. Ну, и есть еще такое правило, о том, что тексты бывают для чтения, и тексты бывают акцидентные, то есть те, которые, прошу прощения, не тексты, а шрифты, и те, которые служат для цели рекламы и плакатных вещей всяких. Действует такое правило, чем эстетически красивее шрифт, тем он менее читабельный. Поэтому акцидентные шрифты, применяются только в специальных случаях, либо для заголовков каких-то журналов специальных глянцевых, либо на плакатах и где-то еще. Во всех остальных случаях применяются шрифты текстовые, читабельные, в некотором смысле безликие для тех, кто не умеет разбираться в шрифтах, а для тех, кто умеет разбираться в шрифтах, очень даже не безликие, они прекрасно понимают, чем отличаются, например, шрифты закрытые от открытых, например, вот характерный вариант буква S, вот здесь вот, ее штрих может быть таким, а может быть вот таким закрытым больше, да, и так далее. Все это очень сильно влияет на читабельность и на то, какой шрифт применять. ну, поехали дальше. Про типографику сказано очень многое, про экранную типографику сказано чуть поменьше, но тоже достаточно много, про типографику выленинг, к сожалению, сказано не так много, и я вам рекомендую вот эту вот статью прочесть, ну, по возможности, сразу после нашего вебинара, пока вы еще не остыли, как улучшить ленинг при помощи типографики. Статья из четырех глав, переводная статья, вот по этой ссылке можете до нее добраться, время чтения примерно 40 минут, так что ничего страшного. Там ссылку в чат, ну, давайте эту ссылку я дам в чат, она действительно достаточно важная, а так скачивайте презентацию, там еще будет достаточно много ссылок, каждую из них не буду давать, чтобы не отвлекаться, да и самое главное, вы не успеете это все во время, прямо во время вебинара посмотреть, может быть, и не имеет смысла, прямо сейчас, но первую дам, хорошо, вот эта ссылка, итак, да, про типографику выленинг сказано не так много, и вот это одна из этих статей на русском языке, которые я очень рекомендую, дело в том, что, ну, я бы не сказал, что для иленинг какие-то очень особые, особая типографика нужна, скорее наоборот, скорее для иленинг достаточно некоторого базового набора типографики, а все остальное надо обрубить, потому что, ну, есть просто достаточно такие правила уже продвинутые, которые нам, как авторам контента, не очень понятны, и это уже будет погружение в область верстки, погружение в область дизайна и так далее, а нам нужны базовые правила, и вот как раз в этой статье базовые правила хорошо расписаны. Ну, что ж, первое, о чем можно было бы поговорить, это шрифты, гарнитуры, несмотря на то, что я вам сказал, что там худшее, что можно сделать, это начать играть шрифтами, все-таки что-то знать о шрифтах надо, да, вот тут есть несколько видов шрифтов, это традиционные шрифты с засечками или антиквы, шрифты так называемые гротески, это шрифты, кстати, вот тут без засечек то у меня и нет, попозже чуть-чуть мы поговорим, ну как нет, вот есть заголовки, традиционный шрифт без засечек или гротеск, каждый из них имеет свою историю и как они появились это долгий разговор, есть еще некоторые другие виды шрифтов, брусковый, вот такой вот шрифт тоненький, забыл, как он называется, вот, долгий разговор о том, какие шрифты лучше с засечками или без засечек для основного текста, и если для шрифтов, которые печатаются на бумаге, в принципе был принят, общее мнение было таково, что шрифты с засечками, то есть вот, например, типичный представитель это times, является лучшим вариантом, и то, что засечки, почему вообще откуда пошли засечки, зачем они, они для того, чтобы можно было лучше держать строку, вот смотрите, засечка создает как бы вот сверху, снизу и сверху ряд, ну и здесь ряд вот такой, это, включайте воображение, это как будто рельсы, вот ваш взгляд, я не уверен, что я смогу нарисовать ровно, ну вот примерно получилось, да, это рельсы, а вот эти вот вертикальные штрихи, это шпалы, вот они располагаются примерно через равные промежутки, и вот ваш взгляд, как поезд, как паровоз по этим рельсам и шпалам движется и легче держит строку, особенно если строка относительно длинная, вот держать ее на таком шрифте более приятно, шрифты без засечек изначально создавались не совсем для чтения текстов, скорее для заголовков или для строк, которые короткие, но все изменилось с появлением экрана, особенно после того, как появились смартфоны и прочие устройства, и современные дизайнеры говорят, что экраны, прошу прощения, экраны дизайна, экраны типографика должна использовать в основном шрифты без засечек гротески, но об этом мы поговорим чуть позже, сейчас поговорим о некоторых настройках шрифта и одна из главных настроек шрифта это насыщенность. Мы привыкли использовать два вида шрифта, это вот такой вот полужирный по-русски это называется, ну и вот один из этих, который мы называем обычным, иногда используем light, но уже так достаточно редко. А вообще-то в хорошем шрифте есть вот эти вот семь видов настроек насыщенности от ultra light до heavy, которые позволяют использовать этот шрифт в разных ситуациях. разумеется, жирные варианты используются для заголовков либо для выделения каких-то. Ну, вот heavy наверняка для заголовков, bold может применяться для выделения внутри текста. Вот это вот это в основном для чтения для текста, вот это тоже для заголовков либо для текстов в журналах, в глянцевых журналах, где вот эта тонина этого шрифта, тонкость его хорошо видна. Сергей пишет, рекламные газетные объявления позапрошлого века наоборот пестрят разнообразием шрифтом. все дело в моде. Во-первых, вы ответили на этот вопрос, когда писали здесь рекламные заголовки. У рекламы совсем другие подходы. Если нам надо, чтобы прежде всего мы на длительном промежутке времени обеспечивали читабельность, то у рекламы совсем другая направленность. Ей надо прежде всего броскость, то есть надо, чтобы при взгляде на эту рекламу человек выхватил эту рекламу из остальных реклам и прочел бы ее. Это первое. А потом уже достаточно короткий текст, который прочесть легко практически любым шрифтом. Отсюда такое разнообразие шрифтов и возможно это разнообразие в основном то и было создано как раз под эти цели, под цели рекламы, плакатов и так далее. Ну и мода, конечно, тоже играет роль, потому что каждое поколение создает свои новые шрифты. Ну, в частности, например, шрифт Брусковый был создан под влиянием русского авангарда в России и в других странах этот шрифт прижился. это шрифт начала 20 века, вот он отображает, когда мы видим этот шрифт, часто вспоминаем именно плакаты того периода. Ну, по этому поводу долго можно говорить, о моде и о шрифте и моде это особо очень разговор. Я вам приведу источники, которые удовлетворят ваш интерес в этом направлении. для нас во всем этом многообразии шрифтов и их настроек важно вот что. Мы можем остановиться сразу на таком понятии, как шрифтовые пары, не думая о том, что есть еще какие-то другие у шрифтов варианты, не только парные. Использование на одной странице двух шрифтов это нормально. И больше собственно не надо. Но можно три, если больше это уже пестрота появляется. Шрифтовая пара это соотношение между заголовочным шрифтом и его жирностью и шрифтом текста, которым вы будете верстать основной текст. Вот выбор этих шрифтовых пар может передать как раз тот месседж, о котором я говорил в самом начале. Вот я здесь приведу рекомендации сервиса Tilda по выбору шрифтовых пар. Самое простое, что можно сделать, это полужирный заголовок и нормальный по жирности текст. Это базовое сочетание, которое работает в любом случае. То есть если вы совсем не хотите никаких дополнительных смыслов передавать, то это сойдет для любого варианта. Другой вариант это жирный заголовок и нормальный текст. Жирность передает в данном случае энергию. Если у вас жирный заголовок, значит вы хотите передать драйв и энергию. да, ну вот тут советы не совсем по обучению, каворкинг, анонс концерта, спортивные соревнования, промо-страница тура и так далее. Подойдет может быть для промо-страницы вашего курса или для каких-то таких других вещей, связанных с драйвом, например, вы хотите рассказать про дизайн или что-то еще такое драйвовое. Сейчас я посмотрю, Евгений Юрьевич, что вы написали, сначала завершу с парами. Жирный заголовок и тонкий текст. Ну вот это очень такое сочетание, я бы сказал, не так часто его надо применять. Это когда одновременно вам надо передать и драйв и стиль. Да, то есть заголовок передает драйв, жирность ужирненный заголовок продает драйв, а тонкий основной текст передает стиль. Ну, это эстетика вместе с драйвом передается. Возможно, кстати, это подходит для некоторых курсов как основной стиль, вот приводится пример, когда курс интернет маркетинг с нуля полностью сверстан вот такой парой. Ну и последний, да, вот тут циферка 4 ошиблись. Люди, откуда я это брал, это этот вариант, это тонкий заголовок и тонкий стиль, но это подходит для дизайна, для всяких эстетических вещей, для разговоров про искусство, может быть иногда про историю, вот как-то так. Так, а теперь я готов прочесть, что написала Евгения Юрьевна. Оформители 20 века писали перьями, кистями и плакатными перьями, у каждого был альбом с собранными где-то шрифтами, сейчас книги издаются, есть компьютер, учат на различных мастерках писать художественные святые оформления, а не текст. Только частично согласен, 20-м, даже уже в конце 19-го века было достаточное количество наборных шрифтов красивых и совсем не все даже плакаты делались от руки. Уже типографика, как типографика, а не каллиграфия, вот тут мы переходим, типографика и каллиграфия совершенно разные вещи, типографика уже развивалась особенно за рубежом, она развивалась начиная с Гутенберга, и красивые шрифты начинали делаться уже достаточно давно в наборном варианте, так что если речь идет например о газетных или журнальных объявлениях конца девятнадцатого начала двадцатых веков это все уже наборными шрифтами делается то есть компьютеров не было но наборные технологии были следующий есть требование к печатному тексту работу но это не требование к тексту на слайде презентации забудьте об этих требованиях дебилы писали эти требования они вот будете диссертацию писать или сдавать статью в редакцию будете эти стили соблюдать а когда будете делать нормальные работы экраны используйте нечто другое а то там везде написано times там 16 или times 14 там с двойным интервалом это все сделано для того чтобы удобнее редактировать ваши тексты были а не читать в газетах журналах и на плакатах были стандартные шрифты ну в какой-то степени да вот по вашей методике оценки любой шрифт который наборный он стандартный ну разумеется просто когда у вас этих стандартов стандартных шрифтов 100 или 1000 как там наработано в типографике не кириллической в латинской типографике то это уже достаточный набор инструментов которые можно использовать конечно каллиграфия тоже никуда не отошла вот вот да ну хорошо что вы вступили здесь в полемику уже у меня нет времени посмотреть то что здесь ссылочку я ее потом потом посмотрю итак выбор вот этих шрифтовых пар он достаточно прост и если не знаете просто выбирайте полужирный заголовок и обычный обычный текст и будет вам хорошо почти в любой ситуации полностью эту статью пожалуйста прочтите потом она хорошая она очень интересная вот я вам ее советую минут 20 идет наверное на чтение ее вот и этого будет достаточно для для начала более того вот эти вот шрифтовые пары да они задают еще и по сути дела основы верстки я специально с вами сегодня не буду говорить про верстку в конце скажу несколько слов с тем чтобы вас не загружать этим вопросом дело в том что сама по себе верстка сделать из преподавателя верстальщика нет такой задачи на самом деле задача дать преподавателю инструмент при помощи которого он о верстке будет меньше всего задумываться я думаю что это мы с вами сделаем ну и да возвращаясь к вопросу о шрифтах с засечками и шрифтах без засечек да вот такой вопрос ссылочку нет давайте скачайте презентацию еще будет много ссылок каждую из них я не хочу давать в чате вы сейчас прямо не надо чтобы вы сейчас прямо это читали ладно скачайте презентацию там там много ссылок будет и все они будут полезны я хотел бы чтобы вы все дополнительные материалы почитали и так почему я здесь использовал стандартный шрифт ну конечно кроме того случая что этот стандартный шрифт при погрузке в вебинар точно не испортится есть еще несколько причин вот смотрите Google несколько лет назад у него был такой ну уже наверное с десяток лет назад вот такой логотип теперь у него логотип вот такой да были засечки вот они сверху и снизу и нет засечек другие его не логотипы а значки да вот социальная сеть Google Plus да был такой значок с засечками стал вот такой значок без засечек а если уходить в дальше туда в десятилетие да на десятилетней давности смотрите как развивалось это все ну здесь сверху вниз посмотрим да шрифт с засечками да еще и трехмерный да еще с тенью с этого начинался Google его в 99 году то же самое только более тоненький шрифт стал десятый тень ушла трехмерность чуть-чуть осталось тринадцатый год ушла и тень осталось остались только засечки пятнадцатый год все засечек нет простейший шрифт который тем не менее достаточно элегантный и вот такой стал логотип что будет в девятнадцатом ну посмотрим куда пойдет мода на самом деле здесь мода всегда развивается не как мода а как необходимость как необходимость помните я говорил про брусковый шрифт который в двадцатые годы зародился из русского авангарда так вот брусковый тип это была не просто мода это было желание кстати не только в нашей стране а в других странах было огромное количество людей неграмотных которых надо было срочно обучать грамоте для них были трудные шрифты с засечками сложные элементы именно для них были разработаны максимально простые контуры шрифта да ну вот я тут евгений хотел бы сказать что ареал действительно хороший ясный шрифт читаемый но за исключением одного одного момента о котором я сейчас не буду сильно говорить о том что это ухудшенный шрифт гильветика ареал был изобретен компанией microsoft в 90-е годы по-моему когда им надоело платить отчисление компании linotype если не изменяет память автору шрифта гильветика гильветика это вот один из лучших шрифтов рубленых шрифтов которые вообще существуют самый читабельный шрифт который вообще породил целую культуру вот ареаль это ухудшенный ареал там не знаю как его произносить лучше ухудшенный вариант гильветики но тем не менее он все равно достаточно хорош и мы его используем просто потому что мы используем в основном windows и для нас это просто вариант гильветики Олег Васильевич вопросы типа графики может решить хороший софт умный да совершенно верно правильный текст зеркало правильных мыслей тоже верно завтра будут приемы построения текста в контексте этого курса завтра вы имеете ввиду во втором нашем вебинаре немножко про другое будем говорить но я вам дам сегодня рекомендацию и в некоторых других вебинарах есть у меня апелляция к тем сервисам которые вашу мысль вмещают скажем так сегодня я об этом скажу в самом конце итак вот так развивался google да вот так развивалась microsoft здесь правда снизу вверх 70-е годы вот прослеживается примерно то же самое да как мы видим был какой-то какая-то сложность какая-то постепенно эта сложность уходила пока не пришел вот такой вот шрифт конечно во многом это обусловлено тем да тут где-то по-моему еще один пример был да вот вот еще один пример да вот здесь правда без засечек был шрифт но был контрастный шрифт с вот такими тоненькими элементами и он ушел осталось вот это вот узнаваемость осталась а ушли всякие детальки конечно тут речь идет о том что шрифты стало необходимо воспроизводить и на мониторах наших гаджетов там и количество точек ограничено и самое главное наш глаз ограничивает всякие тоненькие моменты в шрифтах количество точек в этих мониторах на наших гаджетах уже не не так уж сильно нас ограничены это уже там по 2000 точек на вертикаль это очень много гораздо больше чем нашему глазу нужно но наш сам сам наш глаз не может различать детали мельче 0.1 миллиметра поэтому вот все вот эти тоненькие детальки они сливаются с фоном их трудно разглядеть ну а уж если вы придумали шрифт для телефона у таких компаний как Microsoft Google и так далее стоит задача узнаваемость на всем на все вереницы наших устройств да соответственно на больших экранах эти шрифты тоже будут применяться с такой же силой и так тренд нашего века это ну не века конечно последних десятилетий это переход к упрощенным шрифтам без засечек и без контрастных элементов да что такое контраст я не сказал контраст это вот такие вот штучки вот это отношение между самыми самыми тонкими элементами самым тонким штрихом и самым толстым штрихом штрихом вот шрифты без контраста вот такие вот они сейчас в моде самое главное что не в моде они в тренде Поэтому и нам лучше использовать такие шрифты, тем более, что есть отдельные исследования, правда они противоречивые, есть разные взгляды на это, о том, что на экране вообще лучше смотрятся шрифты без засечек. То есть применение приемов, которые хороши были на бумаге, шрифты с засечками, их можно уже на экране не применять. То есть хороший шрифт без засечек, он нормально смотрится на экране, даже в малом кегле для набора обычного не только заголовков, но и текстов, которые будут читаться. И те из вас, которые... Вот эта ссылка, она на фильм, который называется «Гильветика», просто по названию шрифта. Это для тех из вас, кто шрифты, в общем, просто любит. Ничего вы отсюда не узнаете для себя, но получите огромное эстетическое удовольствие, если этот фильм посмотрите. Это час двадцать об одном единственном шрифте рассказывают ведущие дизайнеры. Как появился шрифт «Гильветика» и как он создал культуру 50-х, 60-х, 70-х годов в послевоенном времени. Я просто получаю удовольствие. Я несколько раз смотрел этот фильм. Там люди влюбленные просто в шрифты, и я вам очень рекомендую его посмотреть. Ну и для тех, кто хочет потратить свое время с удовольствием, более глубоко проникнув в проблему шрифтов и в проблему типографики, я предлагаю вот эти девять видео лекций по типографике. Всего там примерно от десяти до двенадцати часов. Это разрозненные лекции, разные люди читали. Просто скачайте себе на Media Player и посмотрите, когда будете отдыхать. Это видео лекции скорее для отдыха, нежели для обучения. Но после этого вы будете смотреть на шрифты совсем с другой стороны. Не с точки зрения поиграться шрифтами, а с точки зрения более глубокой. То есть в шрифтах вложен такой большой смысл, глубокий. Так много из нашей цивилизации вошло в наши шрифты, что это лучше знать, чем не знать. Все, об этой части поговорили, о шрифтовой. А вот теперь о тех символах, которые мы используем. А вот назовите мне, пожалуйста, смотрите, что здесь неправильно с точки зрения типографики. Что бы вы, какие элементы бы вы не включили и изменили вот в этой фразе. Вот в этой фразе. Напишите, пожалуйста, в чат, что здесь не так с точки зрения типографики. Потом разберем. Ну, неужели у всех так не вызывает вообще никаких отрицательных эмоций? Так, кавычки, правильно. А что кавычки? Так, это одно первое. Годы жизни отделены от имени. Нет, это просто строка. Ну, так вот разверсталась на строку. По ширине хорошо. Об этом поговорим. Хотя не об этом я хотел сегодня с вами говорить. Кавычки не правильные. Буквы с засечками. Ладно, это все-таки не настолько важно. Елочки, даты и последняя строка можно меньше. Нет, это все. Давайте будем говорить не о типографике целиком, а только о символах, которые здесь. Это тоже не так важно. То, что одним и тем же. Верстать можно по-разному. Так, правильно. Дефиса не тире. Это второй выбор. 390, 389, плохо. А почему плохо? А, выделить название ужирнением. А тут нет названия. Это не название. Это, скажем так, подпись к рисунку. А почему запомнить трудно? Вот только рассматриваем с точки, только с точки зрения типографики и только с точки зрения примененных здесь символов. Не с точки зрения верстки. Так, правильно. Правильно. Вот здесь должен стоять спецсимвол не х, а умножить. Ну, хорошо. И я вам... Нет точек в конце предложений. Это правильно, кстати, что нет точек в конце предложений, потому что это название. Это, по сути дела, заголовки. Нет, расстояния могут быть разные. Они тут более-менее нормальные расстояния. Итак, давайте я здесь вам покажу, как должно быть. Во-первых... Да, шрифт... Кстати, шрифт я взял с засечками именно потому, что в этом шрифте видно гораздо больше, чем в шрифте без засечек. Там бы некоторые моменты не были бы видны. После масла запятая нет. Нет, нет, точка. Это вот точное описание искусствоведческое. Там свои правила, как это все делается. Итак, первое. В русском языке приняты кавычки. Это тоже может быть равный по размеру. Итак, кавычки елочки приняты в русском языке. В первом случае, если бы внутри были другие кавычки, здесь бы были кавычки там, вот такого вида примерно. Второе. Длинное тире здесь должно быть. Это, кстати, тоже русская типографика. В западной типографике такого длинного тире нет. Есть вот такое вот тире, полудлинное. Его мы тоже используем, но используем только в датах. Не только, есть много разных вариантов, но когда периоды мы показываем в виде такого полудлинного тире. Далее, вот этот вот значок должен быть значком, а не буквой «Х». Это абсолютно точно. Ну и здесь еще один момент, который называется неразделимые пробелы, о которых мы поговорим чуть-чуть подальше. Вот здесь вот должен стоять неразделимый пробел, потому что тире должно всегда находиться там же, где и левое предложение, а не переноситься на следующую строчку. Ну и вот такое утверждение, которое сразу нас в грешный мир наш перекидывает, о том, что вот использование вот такого примерно дизайна, оно сразу наш курс переводит в разряд дешевых. Вот как только, особенно если мы используем такой тип типографики для нашего лендинга, то есть для той страницы, которая продает наш курс, он сразу дешевеет. Люди видят, что в этом курсе мы, скорее всего, столкнемся с плохой типографикой, они это внутри себя не осознают. Но они видят, что здесь что-то дешевое есть, вы знаете, что-то не так. Вот в хороших книжках мы видели такой стиль, а здесь стиль какой-то упрощенный, больше похожий на пишущую машинку или что-то вот такое. Наверное, этот курс не так хорош. Может быть, он хорош по своему смыслу, да, мы его, может быть, купим. Но не за эти деньги, а за меньшие деньги. Вот. И справедливая цена за курс в глазах потенциальных слушателей сразу падает. Поэтому вот помните эти правила хотя бы при оформлении лендинга своего курса, то есть той рекламной страницы, которую вы будете для своего электронного курса создавать. Ну, а использовав там, потом используйте это уже и во всем своем курсе. Не так-то уж много надо сил потратить, чтобы соблюсти эти простые правила. О каких правилах идет речь? О кавычках, да? Почитайте вот это вот. У Лебедева есть руководство, которое читается как «Ководство.ру». Так он придумал. Лет 20 назад уже он начал публиковать разные главы. И вот там есть про типографику кавычки. Вот русский стиль. Вот такие вот кавычки. Ёлочки. И вот такие вот кавычки. Это кавычки второго уровня, если надо в кавычках, кавычки в кавычках делать. Английский стиль совсем другой. Это вот такие вот кавычки. И второй уровень – вот такие вот кавычки. И стиль, который никогда не надо употреблять – это вот дюймы вместо кавычек, да? Или одинарные такие вот кавычки, которые есть на нашей клавиатуре. Вот этого применять не стоит ни при каких обстоятельствах. Следующий момент – это то, что называется словом «черточки». Да? Дефисы, минусы, тире и так далее. Вот какие есть вообще варианты. Это дефис, самое короткое тире. Это минус, употребляется в операциях между цифрами. Он похож на короткое тире, но он немножко в другом месте располагается, чуть повыше, потому что цифры, они в рост больших букв расположены. Соответственно, минус по центру, вертикальному центру этих цифр должен располагаться. Короткое тире – это такое тире, как я вам показывал в промежутках между цифрами, которые дает промежуток. Ну и обычное наше типографическое тире, которое ставится в фразах. Я вам предлагаю почитать два текста. Они очень коротенькие с правилами. Это вот тоже «Ководство Лебедева». Вот здесь, да, имейте в виду, я все время называю это одинаково, потому что это сбор правил. А ссылки-то тут разные, стоят на разных слайдах, поэтому имейте это в виду. И вот очень неплохие советы. Ростислав Чебыкин, есть такой автор, который дает тоже альтернативные советы. Они на 90% совпадают с Лебедевым, но в чем-то немножко отличаются. А самое главное, там кое-что дополняют. Потому что вариантов гораздо больше, чем вот здесь у меня приведено. Когда, ну, например, там, когда у вас с одной стороны цифра, а с другой текст, то выбирают тоже полудлинное тире, но делают пробелы. Вот здесь пробелов не сделано, да? Тогда делают пробелы. Например, 3 февраля, полудлинное тире, 17 марта. Вот в этом случае применимость тире немножко другая. Спецсимволы. Ставьте спецсимволы тогда, когда это надо. То есть находите их реальные коды и вставляйте. Не пишите копирайт вот так. Вот, да? Есть специальный символ копирайта, вставляйте его. Также символы параграфа, кавычек, о которых я говорил, плюс-минус, вот эти вот шрифт, номер. Все эти, все это вставляйте теми символами, которые нужны. Гост, мы сейчас говорим не о госте, да, вам шашечки или ехать? Вот мы говорим о ехать, а не о шашечках. Когда использовать длинное тире, когда среднее? Вот у Чебыкина почитайте, там все очень хорошо написано. На самом деле, это очень тонкий момент, когда использовать длинное, а когда среднее, потому что полусреднее тире пришло к нам с запада, и оно еще не сильно обосновалось. То есть уже наши верстальщики поняли, что, например, диапазоны хорошо давать полудлинным тире. Но в некоторых консервативных местах, например, все еще считается, что длинным тире надо давать. Вот, например, верстка Википедии, она в консервативном стиле сделана, и там все диапазоны даны длинными тире. Полудлинное тире проникает потихонечку к нам. Вот, например, телефонные номера хорошо внутри разбивать полудлинным тире. Ну и многие, некоторые другие еще случаи. Почитайте, там есть эти варианты, и там есть некий выбор между ними. Ой, не понял, что Сергей в последнем предложении сказал по поводу ТУ. тире лучше непереносительную следующую строчку не все соблюдают. Не все соблюдают, потому что все в самом начале вы читали, да, о том, что этот замечательный афоризм, о том, что плохая типографика повсюду. Вот это плохая типографика. В школе очень трудно объяснить детям, когда ставить дефис, когда тире. А в школе не надо, это вот попозже можно давать. И знак переноса еще есть, хотя в компьютерном варианте уже редко встречается, да. Ну, знак переноса, об этом особый разговор. К сожалению, ведь компьютерная верстка, она создана не на тех принципах, на которых создана верстка для книг. Верстка, которая делается в ручном варианте, она, можно там расставить переносы. Верстка для компьютера, она резиновая. То есть, по мере изменения размера браузера, окошка, все должно переверстываться. То есть, все должно автоматически переверстываться. При этом сделать так, чтобы соблюдались правила переноса очень трудно. Поэтому до сих пор это нигде не применяется, переносы. И именно по этой причине категорически не следует в верстке на экране использовать выравнивание по ширине. То выравнивание, которое мы в русском варианте книг привыкли использовать. про спецсимволы много, чего тоже можно почитать. Я вам опять рекомендую Лебедева и Чебыкина статейки. Ну и еще место, которое вам обязательно надо сохранить в закладке, это официальный стандарт, сайт стандарта Unicode. Здесь вы можете найти коды всех символов, которые вообще существуют. Это не факт, что в том конкретном шрифте, который вы используете, этот символ будет, но по крайней мере этот символ точно есть в Unicode. Это значит, что мировое сообщество этот код применяет как стандарт для данного символа. И когда у вас есть какой-то замысловатый символ, всегда посмотрите, есть ли он в Unicode. Если его нет, то возможно вам придется его просто нарисовать или использовать вместо шрифтового элемента какой-то элемент в гифе или выполненная картинка, другими словами. Итак, еще важный вариант это неразрывные пробелы. Неразрывные пробелы заставляют верстку не переносить в тех местах при автоматическом изменении расстоянии, где бы она захотела это сделать. Вот, например, где в этом тексте, который я привел, можно использовать и нужно использовать неразрывные пробелы. В Варде вот такой вот значок для неразрывного пробела используется. Вот эти варианты. Сантиметры нельзя переносить. нельзя отрывать фамилию от инициалов, нельзя отрывать тире от левой части предложения. Ну и вот еще примеры, где, например, неразрывные пробелы надо использовать. Нехорошо разбивать короткие предлоги и от следующих слов. Вот примерно вот так вот. есть еще более сложные правила, но в основном они все понятны. Мы, правда, всегда будем сталкиваться с тем, что когда у нас много неразрывных пробелов, то правый край у нас более рваным получается. И в менее явных случаев может иногда вот здесь как-то не использовать, если уж больно рваный край в каких-то случаях не использовать. Не жестко применять неразрывные пробелы, а иногда от этих правил отходить. Ну и наконец такой вариант русского языка это буква Йо. Я предпочитаю использовать вообще везде. Некоторые считают, что не обязательно. Но вот фотографию, которую я сделал на одной выставке, которая показывает, что не использование буквы Йо приводит к совершенно катастрофическим результатом. Что здесь написано? Здесь написано Королевский колледж космического машиностроения. Речь идет совсем не о Британии с ее королевой, а о нашем Королевском колледже космического машиностроения и чего-то там еще технологии, что ли, и так далее. Вот чтобы не впадать в такие ошибки, после которых над вами будут смеяться, лучше везде использовать ее, пусть вас лучше посчитают буквоедом, нежели вы попадете на такие вот варианты. Ну, про букву Йо еще. Типичный вариант, когда это надо, некоторые фамилии, ну, например, вот была такая художница Елизавета Бем, почему-то те, кто ее не знают, сейчас говорят, что она Бем, просто не знают о том, что ее фамилия через Йо пишется. Это вообще случай, когда Йо надо обязательно писать, когда из обычного написания непонятно Йо там или Йо, люди всегда считают это как Йо. Ну, еще город Орел там и так далее, все это понятно. Лично я предпочитаю букву Йо использовать везде, дальше даже в слове Йо там и так далее. Это приятно, эта буква придумана в XVIII веке, она относительно молодая, но она в русском языке правильная буква. Да, даже есть в Википедии есть такое правило, с Йо вообще творится безобразие, ну, в частности, если у вас фамилия с буквой Йо, то вас могут просто на рейс не посадить в аэропорту, если у вас в билете и в паспорте там будет по-разному написано. В общем, беда с буквой Йо, но я предпочитаю использовать везде, где только можно. Да, да, ну, Сергей, по этому поводу есть даже хороший анекдот по поводу королевы Елизаветы, Которую надо принять на полставки в посольстве, в российском посольстве в Великобритании. На самом деле имелось в виду Елизавета Королева. Ну, и так далее. Ладно, про Йо можно долго говорить, но я думаю, что примерно понятно. Вот в Википедии есть даже категория специальная людей, которые ходят по страницам и расставляют буквы Йо там, где Е расставлены. Вот настолько въедливые люди. Итак, что нам почитать? Еще раз повторяю, что нам почитать? Хорошо, вот это вот. Про эти две я упоминал статьи. Еще так, для въедливых людей Википедия, как оформление статьи, там примерно очень такой длинный текст достаточно. В нем примерно половина этого текста посвящена типографике, как ее видят редакторы Википедии. Там рассмотрена масса случаев, которые в предыдущих вариантах не была рассмотрена. Там есть достаточно тонкие такие вещи, когда непонятно, длинная тире или короткая тире, или полудлинная тире, кавычки, отступы, неразрывные пробелы, просто пробелы надо ставить или нет и так далее. Вот здесь очень хорошо это все расписано. Можно считать, что это чуть ли не стандарт для нас. Мы можем применять это в качестве стандарта. Теперь две книги, которые я вам советую прочитать, если у вас на это будет время. Вот эта книга достаточно старая Ростислава Чебыкина, называется «Текстовое содержание сайтов». Я даже сейчас совершу небольшой такой нехороший поступок, но для вас. Вот я открываю ссылочку, по которой вы можете даже не ссылку, а просто вы можете скачать книжку. Она, к сожалению, не переиздавалась с 2004 года и найти ее в магазине практически невозможно в бумажном варианте. Вот поэтому в электронном варианте кто хочет может ее скачать. Я искренне надеюсь, что Ростислав на меня не будет в обиде за это. Ну и такой вот уже для продвинутых людей книжка Аркадия Мильчина «Справочник издателя и автора». Это уже вот так Мильчин обновлялся недавно. Его издавал господи так сейчас я вспомню как его зовут Лебедев Артемий Лебедев его издавал правда там стоило около полутора тысячи рублей новое издание там и кстати я этого издания так и не нашел в электронном виде нигде оно так видимо только в бумажном существует последнее издание предпоследнее есть. Дело в том что старые издания Мильчина они не учитывают того что произошло в последнее время то есть компьютерные верстки и всех наших неприятностей связанных или наоборот приятностей связанных с экранной типографикой вот в последнем издании по-моему там получше у Чебыкина как раз таки все для экранной типографики и там огромное количество примеров как чего надо делать правда в некоторых случаях там Ростислав он от себя пишет то есть вот свое видение и проблема а не то что устоялось но тем не менее вот его ну это это реально большой труд большая книга которая рассматривает огромное количество примеров достаточно сложных примеров ну и последнее мы можем не полагаться на наши знания а использовать типографы типографы это такие специальные программки а чаще всего это не программки как они называются сервисы в интернете куда вы загоняете свой текст делаете какие-то настроечки нажимаете на кнопку и вас текст типографируется то есть преобразуется к такому к тому виду которому надо вот недостаток типограф то что они понимают ограниченное число правил и вот все эти нюансы которые вот в этих книжках прописаны тонкие они конечно понять не могут ну и они конечно не могут понять сложные случаи например не всегда понятно где инициалы где фамилия это уже человеческий глаз разделяет может быть различает а программа нет может быть появятся в ближайшее время умные типографы которые уже на основе искусственного интеллекта могут эти вещи опознать а там где телефонные номера где фамилии инициалы где многие другие вещи вот даже вот это вот решает 90-95 проблем с типографией такие вещи вот для msword не знаю но в ворде зато есть сочетание клавиш которые сразу быстро добавляют длинные тире неразрывные пробелы и так далее я их вот все время использую какие еще типографы есть внутри сервиса который называется тильда есть внутренний типограф я им постоянно пользуюсь я вообще пользуюсь для верстки именно сервисом тильда замечательная вещь который решает наши проблемы с версткой это вот как раз то о чем я говорил чтобы не углубляться нам в верстку лучше использовать те средства которые уже заранее нам подготовят те варианты блоков текстовых которые хороши по верстке есть еще типограф да ну это то что я хотел сказать вот если вы используете текстовые блоки тильды то вам много о чем не надо задумываться не только о типографе который вот эта кнопочка да ну и о многом другом оу замечательно а это точно последний вариант мельчина сергей иванович давайте посмотрим если есть не вижу я какое-то издание много мельчина есть я видел но по-моему это все были издания там где-то 15-20 летней давности 2004 вот вот кстати не помню когда издавал нет по-моему все-таки позже у Артемия Лебедева по-моему это десятые года уже были но четвертые это не так плохо потому что там в основном есть более четвертые это уже более-менее кстати если есть то хорошо пользуйтесь еще один типограф который есть в википедии википедии вот недавно была сделана не недавно но вот относительно недавно кнопочка викифицировать такая кнопка которая позволяет в разметке википедии применять все те правила типографики которые приняты википедии я напоминаю что википедии все-таки относительно консервативный стиль принят но это гораздо лучше чем никакого стиля вот поэтому если вы правите статью википедии то у вас есть способ сразу правильно расставить там кавычки длинные тире и многие другие вещи вот это очень здорово помогает при вот такой вот работе в принципе если немножко похулиганит то вы можете просто свои тексты переносить в свой аккаунт википедии если вы там зарегистрированы и не создавая статью в своем черновике выложить и провикифицировать таким образом использовать мощность википедии для типографа википедии для своих не википедийных задач и еще по верстке я не хочу вас здесь заставлять то есть про верстку можно было понятно целый курс делать из 10 вебинаров я вам предлагаю вот такую простую вещь свой развить свой глаз где хорошая верстка где плохая есть вот такой вот тренажер который создал Ильяхов такой достаточно интересный человек который много по типографике и по тексту делает мы еще на следующем вебинаре будем о нем говорить вот и у него есть такой тренажер вам предъявляется там несколько десятков вариантов текстов правильный и неправильный да и вы должны просто ткнуть в правильный вот здесь вот правильный вот этот потому что здесь конечно с заголовком беда вот и после того как вы потыкаетесь и поймете что какие-то варианты были неправильными там правда к сожалению нет объяснений да у вас вырабатывается привязанность хорошей верстки скажем так вот ну в отличие от того что я вам сказал что курс может состоять из там из 10 вебинаров по верстке это хороший быстрый способ все-таки понять где верстка хорошая а где нет да это это английский вариант верстки и он сейчас становится русским вариантом когда нет красной стаки и отступы между абзацами а это лучше на самом деле вы знаете особенно для вот если не уходить вы знаете я сам за то чтобы использовать наши российские образцы какие-то но это тот случай когда вот два две вещи которые надо у английского варианта позаимствовать это вот такие вот абзацы когда прекрасно видно как один абзац от другого отличается и второй случай это категорическое неиспользование выравнивание на две стороны да а выравнивание только по левой стороне вот это вот не так страшно страшно когда внутри получаются жидкие строки вот когда страшно поэтому вот это те два правила из зарубежной верстки которые входят в наш то есть вот это вот да это вообще абсолютно то есть выравнивание по двум сторонам в электронных текстах ни в коем случае не надо использовать вот ну а вот это это лучше так использовать чем чем как у нас было вообще надо констатировать в русской типографике не так но русская типографика не так развита все-таки надо понимать что типографика не английская ведь она типографика латиницы она развивалась Европой на протяжении шести столетий русская типографика развивается практически около сотни лет чуть больше то есть вот как Петр Первый в свое время создал опять же на основе европейских образцов создал гражданский алфавит он почти в неизменном виде с небольшими изменениями существовал на 18 веке в половине 19 века и только потом стало чего-то двигаться продвигаться и так далее поэтому решений к сожалению решений в западной типографике гораздо больше чем в российском кое-что мы должны использовать вот я как говорил русские кавычки их надо использовать длинное тире надо использовать но да в рамках антироссийских санкций у нас собирается отобрать шрифты но у нас к счастью у нас уже есть некоторое количество хороших шрифтов хороших шрифтов уже сейчас не как в 19 веке да вот для чтения я имею ввиду понятно что акцидентных шрифтов полно вообще да но ими задачу не решить кроме рекламы а вот хороших шрифтов для чтения не так много несколько десятков на самом деле всего вот ну и вообще шрифтовая культура на в латинице это десятки тысяч шрифтов да а на российское это примерно ну сотни шрифтов на полтора порядка примерно меньше ну что ж поделать все-таки кириллица применяется немножко реже чем чем латиница в этом в этом это не наша не наша вина в то что так получилось ну еще у нас есть разные интересные буквы такие как ц щ д которые вниз уходят они тоже очень очень они очень своеобычные вот посмотрите среди тех лекций о которых я говорил там девять лекций там много по этому поводу сказано это очень интересно все у нас на сегодня все по типографике да это вообще по типографике конечно можно целый курс сделать это это очень интересная тема но в том объеме в котором я вам сказал этого вполне достаточно я хотел бы вас пригласить на свой курс который состоится с 5 февраля по 21 марта не буду долго заострять ваше внимание только хочу вам дать ссылочку если кому-то будет интересно приходите ко мне это один из моих самых популярных курсов и один из самых моих любимых курсов вот на следующем вебинаре мы с вами поговорим о смыслах о медийной сущности где еще текст можно применять и как применять например при оформлении когда ваш текст станет звуком когда ваш текст станет графикой в видео про титры про motion design немножко ну чуть-чуть совсем конечно да вот и очень интересный момент про то как текст использовать что еще в тексте можно сделать ведь в тексте много всяких настроечек кроме типографики можно ли какие-то дополнительные смыслы передать через символы шрифта что-нибудь придумать вот коллеги у меня на сегодня все я надеюсь что у вас особенно с учетом тех ссылок которые я вам дал будет достаточно полезно обязательно все это почитайте хотя бы те коротенькие статьи по типографике от Лебедева и от Ростислава Чебыкина вот и тогда я думаю что качество ваших текстов сразу сразу возрастет ну что ж коллеги давайте на этом будем заканчивать я рад что вы досидели вот я все-таки не выдержал часовой регламент поэтому народ начал расходиться но ах да я же вам обещал еще прямо сейчас создать сертификаты одну минутку это займет ровно минуту у нас мы сделаем это достаточно быстро одну минутку так я вхожу в отчеты формирую табличку сохраняю ее прошу прощения что я это все комментирую потому что иначе вы останетесь в тишине а это неправильно с точки зрения вебинара так сохраняем заходим в наше выдачу загружаем нашу табличку закачиваем ее выделяем всех и выдаем все вы можете прямо по вот этой строке по вот этому адресу получить ваши сертификаты заказать скажем так вот ну что ж коллеги спасибо да я надеюсь что я вас смог немножко зажечь темой типографики для меня честно вам скажу эта тема достаточно интересна и я я вообще очень люблю типографику очень люблю шрифты одно время даже лет 20 назад занимался шрифтами почти профессионально как программист вот я хочу чтобы вы тоже полюбили это дело и посмотрели бы дополнительные материалы хотя бы фильм типа фильм по гильветике посмотрите это просто большое удовольствие ну что ж будем прощаться до свидания до новых встреч в директ академии а в четверг я жду вас на продолжении нашего сегодняшнего вебинара давайте я все-таки вам дам еще раз ссылку на свой следующий вебинар вдруг кто-то захотел прямо сейчас поучаствовать во втором вебинаре а еще не зарегистрирован регистрирую вебинар 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 вебинар